На этом прекрасном участке мы сделали барбекю с аргентинским бангалом. Друзья, на и по классике у нас барбекю комплекс, который сделан из кирпича Тандем Мини. Сейчас популярен кирпич в различных цветовых окрасах. Это коллекция Абрамцева, такой темно-коричневый или даже ближе к черный, в зависимости от освещения. В этом комплексе у нас есть мини-русская печь, уже за горжочком моспечь. Фурнитура у нас везувий и есть у нас, конечно же, изюминка этого комплекса – аргентинский мангал. И теперь о нем поподробнее. Знаете, почему этот мангал называется аргентинским? Потому что он о нем любит готовить Лен Аль Месси. Мангал придумали в Аргентине. Это конструкция того, чтобы жарить говядину, потому что в Аргентине очень популярно говяжье мясо. И, соответственно, здесь есть две у нас решетки. Они регулируются по высоте, чтобы максимально тонко чувствовать температуру от угля до мяса. Эти все решеточки у нас, уголки под наклоном, чтобы жир от мяса стекал в жироприемник. Также у нас есть генератор углей. Там мы разжигаем дрова и добиваемся того, чтобы получился уголь. И на этом угле мы жарим мясо. И вот такие у нас три дверки для того, чтобы элементарно чистить сажу, доставать сгоревший уголь. Помимо аргентинской приколюхи есть еще у нас вертел, который легким движением руки и легким вращением может ускоряться и уменьшать скорость. Кстати, ноу-кау ни разу так не делали, но заказчик тут как-то так сделал. Ну, вернее, сделали мы, а заказчик попросил. Короче, есть свет также. Вот у нас регулируется, ну, не регулируется, включается, включается свет в мангале. И также, друзья, смотрите, у нас три задвижки. Зачем, вы спросите. Друзья, так как у нас низкий потолок, сечение, большое мангала, нам надо задвижки максимально ниже опустить, чтобы вам удобно было их открывать и закрывать. Потому что если бы мы поставили их в трубу две, ну, соответственно, вы не смогли бы их открывать и закрывать. Ну, и вот вы увидели комплекс барбекю с аргенским мангалом. Заказывайте у нас комплекс барбекю, построим в любой сложности. Добавим туда казан, помпейскую печь, коптильню, столики, мойки и многое другое. Друзья, ну и самое главное, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать под нашими выпусками. Потому что моспечь строит, и нам это важно. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, прокомментируйте или поджалите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!